Продолжение следует... Я послал одного представителя офиса омбудсмена на правительственное заседание, где они рассматривали документ, который собирались, как бы ответный документ, посылать мне. И, может быть, вы помните такую фразу, что он сказал. Это был юрист Драунекс, очень хорошо знакомый в юридических... И он сказал так. Война закончилась, министры там сразу, что какая война, о чем речь идет. И вторая фраза была, детские дома надо закрывать. И почему он это говорил? Потому что в то время Министерство благосостояния, когда мы направили нашу аргументацию на то, что самое наилучшее и важное для ребенка – это семья. Или своя биологическая, или, скажем, там, опекунская, или, ну, профессиональная семья, которые, так называемые семьи, которые, ну, пауч-деменс, да. Они, правительство собиралось мне ответить, что, в принципе, там все нормально, то, что дети живут там в детдонах, это все нормально. Так это в самых лучших их интересах. Это раз. Если кто-то там в сюжете сказал, что за пять лет что-то невозможно сделать, то я хочу напомнить, что это насчет принципов... Это были директоры детских домов? Да, но вы, знаете, это, с одной точки зрения, тоже вы опрашивали тех, которые получили наибольшую критику. И, скажем, тоже вот директор Ботис, да, и тоже там, что вы говорили, на психбольнице там в сюжете, это тенденциозно, потому что, если разобраться по сути, то презентация... Они говорят неправда. Они говорят тенденциозно, потому что, в принципе, они не работают в интер... Они говорят только то, что в психиатрическую больницу направляют врач, а в школу-интернат, в специальная комиссия. Нет, понимаете, кто такой директор детского дома? Он как папа, он как мама по закону. Он официальный опекун этого ребенка. Вот так представим, да, эту ситуацию, ну, которой нормальный папа или мама, я вам сейчас расскажу, да. У нас просто очень мало времени, и хочется много вопросов задать. Да, мы проводили мониторинговые визиты в 21 детском доме. Вы лично были, да? Я лично нет. Мои сотрудники, у меня была как бы оперативная группа, которая объехала все... Вы хоть в одном были сами, вот лично? Я бывал в многих детских домах, но в эту проверку мы посетили... Из 34 детских домов мы посетили 21. И то, что какой-то там Бокис говорит, что он там работает очень хорошо и в интересах детей, то это, в принципе, по моему мнению, неправда, потому что он говорит, что мы с ним что-то там не разговаривали. Подождите, подождите. Мы разбирали личные дела, мы разбирали юридическую базу и ту фактуру, которая доказывает о ситуации в детских домах, о ситуации о конкретном ребенком, да. И то, что вы говорите насчет психбольницы, что там 6-10 дней, это неправда, потому что... Это данные нам дали у больницы. Мы исследовали все 6 психиатрические больницы, которые предоставляют вот эту медицинскую помощь детям. И, в принципе, средним, средним, никакие там 6 дней никто не приводит. Может быть, единичные какие-то... Нет, нет, это средние. Скажите, пожалуйста, об исследовании вы говорите... Я могу показать, у нас есть документальный... Я задам вопрос, цитирую. Есть возможность, что директоры детских домов отправляют детей в интернат школы из-за финансовой выгоды. Это серьезное обвинение. Вы обещали отправить результаты исследования в госконтроль и в генпрокуратуру. Мы проверили. Госконтроль сегодня получил эти результаты. Да, но мы в понедельник послали. Не знаю, как работает... Не получила. Ну, я послал в понедельник. Я послал документ в понедельник тоже в парламент и в правительство. Спасибо большое, что пришли к нам в гости и ответили на наши вопросы. Это все. Мы вернемся к этой теме обязательно. Сейчас нам надо уходить на короткую рекламу и смотрите сразу после небольшой паузы. Это программа «Личное дело». У нас в гостях правозащитник Юрис Янсенс. И мы продолжаем обсуждать исследования. Да, у нас была жаркая дискуссия во время рекламы и анонса. Господин Янсенс, мы остановились на моем вопросе. 26 февраля вы выступаете в своей презентации своего исследования, в котором вы говорите, так скажем, много нелестных слов в адрес детских домов. 3 марта в правительство поступает концепция, которая фактически призывает ликвидировать детские дома. Это совпадение? Или у нас такой абунтсмен, который готовит исследования конкретным законопроектам? Как так получается? Я еще раз повторю то, что я говорил в начале этой программы, беседы. То, что я насчет ликвидации детских домов уже настаивал в 2011 году. Это, в принципе, не моя выдумка. Это согласно конвенции по правам защиты детей. Это истекает тоже из Конституции Латвийской Республики, 110-я статья. И это тоже сказано очень ясно в законе о правах детей. То, что вы, наверное, не знаете или не хотите слышать, это то, что над этим мониторингом и этими вопросами мы работали примерно около года. Потому что, представьте себе, объехать 21 детский дом... Работать могли бы хоть 10 лет. Вам никто не запрещает. Значит, вы против... Я говорю факт. 26 февраля вы представили свою пресс-инференцию, в которой говорите, что детские дома зарабатывают на детях и отправляют их в психушку. Я не сказал, что они зарабатывают. Окей. Делали допущение. Не знаю, возможно... Это ваши слова. Говорит ли это о том, что вы подготовили тенденцию... Ну, вот мой документ в парламент. Вот мой документ в парламент. Возможно, возможно... Государство переплачивает. Возможно, директоры детских домов отправляют детей в интернет-школы из-за финансовой выгоды. А там нет выгоды. Не знаю. Разве это ваша работа считать выгодой? Значит, вы против того... Не надо говорить, что мы против детей. Я вам спрашиваю. Значит, вы против того, чтобы дети росли в семейной среде? Нет, мы просто за правду, что мне директоры отправляют... Конвенцию о правах детей. Вы против Конституции Латвии. То есть вы запланировали закрыть детские дома и подготовили тенденциозное исследование для этого, которое доказывает, что их нужно закрыть. Ну, судя по тому, что вы говорите. Тенденциозный сюжет сделали вы. Это очевидно. Ну, отлично. Мы сделали тенденциозный сюжет, вы сделали тенденциозное исследование. На это можем разойтись, нет? Нет, я исследовал исследование по факту. То есть вы заранее подготовились, чтобы закрыть детские дома, правильно? Ну, вот вы же сами сейчас только что нам говорите. Мы не против того, чтобы дети росли в семейной среде. Только за, так их не берут. Посмотрите, не берут. Сколько у нас адаптировано детей? 112 детей было адаптировано в 2013 году. Это в Латвии. А за рубеж отправилось 131 ребенок. Нам нужно отправлять детей за рубеж. А сколько детей в детских домах? Тысяча сколько там? 700? 1700 сейчас. Ну видите, то, что я уже практически с первого дня, когда я обудсмен, я настаивал на то, что детские права, это должно для государства, для правительства, для политиков быть, должно быть одним из приоритетов. Но ваше поведение, вот это так, очень так прессируете меня. У нас есть целая индустрия по усыновлению детей, которые отправляют детей в США. То есть вы на эту индустрию работаете? Нет, давайте поговорим о детских домах. Давайте поговорим о детских домах. И по закону и по принципу наилучших интересах детей, его место жительства должно быть максимально близко школы. И то, что многие детские дома идут легкие, подождите, я вам скажу, это важно. Потому что по закону защиты прав детей, там ясно сказано, что в принципе в исключении, только в исключении можно детей посылать или в институции, или в интернат школы. Но это исключение. В тех случаях, это в моем докладу парламенту, где было, вот вы сказали, там логопеды, или какая-то особенно особая... Это решение принимает специальная государственная комиссия. Директор школы там не участвует. Вы послушали двух-трех директоров детских домов, которых мы наиболее критиковали, и вы говорите, что у вас такой объективный сюжет. Ну хорошо, господинец, мы продолжим разговор, может быть, через неделю, может быть, через две, когда вы пойдете в парламент. Но нам действительно нужно немного закругляться, потому что у нас есть еще и другие сюжеты, и другие темы для разговора. Спасибо вам большое. Я очень думаю, что я на вашу передачу не приду, потому что она тенденциозная. Ну как хотите, я настаиваюсь не буду. Давайте я представлю...